Вы даете Санасе использовать эту запись? Да. Вы добровольно с нами общаетесь? Да. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Гагарин Дмитрий Анатольевич. Еще раз. Гагарин Дмитрий Анатольевич. Дата рождения? 1107-2001 года. Воинская часть? Воинская часть 58-198. Мы сейчас набрали вашу маму. Если она возьмут трубку, вы с ней пообщаетесь. Расскажите, как вы оказались в Украине? Какого числа? 24 февраля 23 вечера у нас построили, наше подразделение. Командир полка, командир полкали он ушел. После чего был доведен приказ о совершении марша. И командир рота отбил механиков водителей спать. 24 ночи мы уже пересекли границу территории. Утром нам стало это известно, когда мы увидели мирные знаки Украины, проезжающих мимо машина. Я задал вопрос у командира танка, что мы здесь забыли. Он сказал, что не задают лишних вопросов, просто едем перед идущим танком. Мы ехали за ним. 27 числа наша колонна была разбита. Сколько в колонне было техники? Порядка 20 танков, но это не точно. Я знаю, что наша рота была. 10 машин в колонне. Машина обеспечения? Было 3 заправки. Ну, 3 заправщика. 30 сторон никого. Сколько машин было? Скорее всего, все. Когда подбили танк, я из него выпрыгнул. Со своим экипажем командир погиб от ранения. И мы с наводчиком, со своими, бежали в лес. Я не видел уцелевших. Сколько человек было в колонне? Приблизительно. Ну, около 30 человек. То есть 20 танков, машинами, 30 человек. Сколько человек было убито? Скорее всего, вся колонна разбита. Но на данный момент не владея никакой информацией, кто остался в живых. Я знаю, что с моей роты еще 2 человека живы. Они находятся здесь. Это один офицер и наводчик. И его танк. Что бы вы могли сейчас передать россиянам, которые уже в Украине, или которых пытаются отправить в Украине? Те, кто находятся в Украине, хочу вам донести, ребят, что вы сдали оружие или вернулись обратно в территорию Российской Федерации, что эта война вам не нужна. А тех, кого пытаются мобилизовать и призывать на службу, обратно сидите дома и сожгите нахуй все эти, блядь, повестки, все эти просьбы в военкомат, писать контракт на какие-то обучения или еще что-либо вас предлагают. Не соглашайтесь на это. Так как это просто, блядь, вас отправят, наверное, смерть, и куча еще заставит страдать здесь мирных граждан, которые и так много чего увидели, и дети, которые не должны были вообще этого всего видеть, ощущать это как-то на себе. Как вы относитесь к посылу Путина о того, что вы сюда шли под маркой какой-то деноцификации? Нам так вообще этого ничего не говорили. Даже не давали смотреть новости последние, наверное, месяц. Илья, ну вы же знаете, что это было так, что он отправлял именно под маркой деноцификации, борьбы с какими-то фашистами и так далее. Много ли вы здесь увидели нацистов, фашистов? Я не видел ни одного ни фашиста, ни бандеровца. Все люди к нам относились, ну, скажем так, с пониманием, но явно не с хорошей нотой, так как мы причинили их семьям и вообще всей стране немалый вред. А кто такие бандеровцы? Я слышал, что Бандера, то есть еще после Второй мировой войны вроде как, устраивал какие-то свои правила или революцию он затеял. Я точно не помню, атаки в основном я как бы и не вникал до никогда. Ну вы понимаете, что бандеровцы – это мифическое довольно определение, которое придумал просто Путин. Некоторые у вас до сих пор, кстати, ищут Бандеру, они не в курсе. Одну секунду, Ольга Анатольевна Каримова. Знакомы были? Нет. Кадыров вроде бы за голову Бандеры объявил там какую-то награду. Ему бы в Мюнхен съездить на могилу, мог бы, я не знаю, сам себя наградить сразу же. Короче, это все придуманное вообще, просто полностью история придуманная. Вы понимаете, что вас кормили этой историей там лет, я не знаю, 20, может быть, больше, может быть, 10, рассказывая о том, что в Украине вот это вот все происходит. А у нас как бы тут все нормально, мы говорим на украинском, говорим на русском, друг друга понимаем. Я знаю, у меня есть знакомая, которая живет в Москве сама, в одном из Украины. Но вы понимаете, что вас не ждали, не звали? Да, да, я это все прекрасно понимаю, что здесь. Да и не нужна была эта война. Просто пытаюсь задавать эти вопросы, потому что ваши же россияне пишут о том, что это все фейк, у вас заученные фразы. Ну, откровенно говоря, вы сейчас говорили так, как будто бы уже не первый раз, да, действительно, это говорили. То есть вы же же участвовали, я так понял, в каких-то пресс-конференциях или так далее. Да, уже была пресс-конференция, мы на все отвечали. Ну, те же самые вопросы, как мы оказались, как попали в плен, как это все. Я понял, поэтому уже у вас автоматически это сейчас получается очень. Хорошо. Даже никто не берет руку, да? Мама не берет руку 10 раз, а вот друг... Алло. Алло. Оставил заявку. Это кто? А это кто? Ну, вы оставили заявку на Гагарин Дмитрий Анатольевич, друзья. А, да, да ты что ли? Да, это кто? Это Толя. Какой Толя? Саламатов. Саламатов? Да. Ты у Юли, брат? Да. Все, понял. Я думал, я не думал, что ты позвонишь. Да, тут такая ситуация, то ли я... Ты же в курсе был, что я в армии служил на контракте? Ну, я видел это, что там плены и что-то такое. Да, а откуда ты это видел, можешь мне сказать? Телеграм. А, все, понял. Это, слушай, что хотел сказать, ты постарайся там до пацанов, которых сейчас в армии призывают, или еще что-то сказать, чтобы они, блядь, косили как-то, или еще что-то. Вроде это... Ну, блин, понятное дело. Что, блядь? Потому что они поедут по-любому сюда, это, блядь, Путин, сука, он и срочников сюда отправит, потому что они здесь и так уже здесь есть. Как-то получилось вообще вся эта хрень? Где вообще-то там нормально все? Да получилось, я просто объясню, потому что человек, я смотрю, в шоке. Все заявки, которые вы оставляете в чат-боте ищи своих, это реально люди их обрабатывают, реально, и реально эти все номера синхронизируются, и реально эти все вы оставляете заявки для того, чтобы мы могли с вами же связаться. Просто некоторые думают, что мы тут базы какие-то собираем, нам эти базы 300 лет вообще не нужны. Поэтому вы оставили заявку, и он вам перезвали будет. Ну, вот видишь, просто люди помогли дозвониться до своих людей, кто в городе живет, чтобы, блядь, донести до вас эту всю хуйню. Там это, то ли, если молодого моего увидишь, или как-то свяжись с ним, скажи, чтобы он матери передал, что со мной все нормально, жив-здоров. Все окей. Кормить пока. Кормить нормально, ты раз в день кушал. Блядь, там до пацанов, да все донеси, что нахуй это все, пизду. Я, может, по окончанию войны, если Путин закончит всю эту хуйню, все страдать, блядь, может, окажусь дома. Не боитесь ли вы возвращаться после этих слов в Россию? Потому что я вас эти слова говорить, как вы знаете, не заставлял. Сколько мы с вами общаемся? Мы готовили как-то? Нет. Общаемся в 8 минут. Ну, общаемся в 8 минут. Я ничего такого-то и не сказал. То, что Путин закончил всю эту хуйню, так оно и есть. Ну, а вы же понимаете, что сейчас в России вышел закон о запрете говорить правду. Ну, то есть, как он у них называется, закон против фейпов, типа, нельзя называть войну войной, а фактически это запрет говорить правду. И там срока реальная за это. А вы сейчас так вот... А чем мне стараться делать? У меня мать пенсионерка. Отец тоже пенсионер. Родные, ну, сестра старшая хорошо поможет. Брат старший, он вообще в семью нашу не лез, да и не лез, когда ушел отсюда. Я работал, он помогал. Сейчас я здесь нахожусь. Что мне дальше делать? Уезжать куда-то за границу, оставить их там что-то? Дим, дай поговорить, пожалуйста. У нас идет диалог, а ты все время его сбиваешь тут. Ну, уже давай. Алло, это кто? Это Дима Гагарин. О, Дима, здорово. Это кто? Это Данил. Данил, который... Какой? Богданов. Богданов? Богданов, сейчас он был? Я не помню. Богданов. Это девярки, девярки еще гуляли. А, все. Понял, 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 Касик, здорово. Здорово, ты чекаешься? Нормально, слушай, ты, Касик, да, пацанов до всех донеси, кто сейчас в армию будет призываться, чтобы они нахуй дома сидели все. Я думаю, ты знаешь, да, уже в какой обстановочке? Да, понял. Ну, вот так вот приехал, приехал, увидел, охуел и оказался в плену. Так что, как-то так. Все, понял. Пизде. Че, грязь, как думай? Когда война закончится, может быть, обменяют. Да. И че, когда грязь приняла, неизвестно? Еще раз. И че, неизвестно, когда закончится? Ну, как Путин остановит свои войска. Ты спроси, на повестку пришел. Тебе повестка приходила на мобилизацию, нет? Нет, я негоден. А, ты негоден? Шарта мама. Да. Красава. О. Ну, лучше бы я тоже негоден дать был. Ладно. Ты че, в контакте написал или еще? Да, я на контракте был. Ну, че говорят, закончится все, когда закончится. Чем больше вам было бы сказать. Там че? Я нахилу, ахуя себе. Блядь, там все с нами, ахуя. А там че вообще там? А там че вообще происходит? Боевые действия происходят, Кэсик. Боевые действия? Все, понятно, секретная информация, да? Да, на ищи своих наказанных. На канале, там зайдите, посмотрите, там, в принципе, все увидите, в том числе и это видео. Все, хорош, заканчиваешь. Ладно, давай, Касик. Я почему задаю эти просто все вопросы так дотошно, да? Не боитесь ли вы и так далее, и так далее. Просто потому что сами же россияне пишут под видео, что это все фейк, это все постановка, а вы это актер. Поэтому я пытаюсь больше раскрыть ваши какие-то мысли личные, да? Для того, чтобы было понятно, что этот человек говорит от себя. И как бы искренне говорит, да? Вот поэтому я и задавал все эти вопросы. Но, ребята, я смотрю, у вас вообще как бы не в курсе ничего вообще, что происходит, да? Это пацаны молодые все. Вообще племать. Еще этот вопрос, просто после записи, ты мне уже сказал, я хотел бы тоже, чтобы ты его озвучил. А по поводу того, что дозвонился до сестры, а сестра Горешева, где ты числишься? Ну, мы отправили на Украину, на боевые действия. Мы говорили, что она ходила в военкомат. Мы говорили, что, мол, их отправили на Украину, на боевые действия. Что, мол, типа он сейчас в плену, а в военкомате сказали, что типа он сказал хуйню. Типа они где-то в Московской области или в Воронеже на учениях находятся по всем бумагам официально находились на учениях. А сестра уже как бы знает, что ты здесь, да, и уже показывает свое фото, что суббит? Да, сестра и родные знали, да, что я уже здесь нахожусь, я им звонил, говорил, что я в плену, что у нас колонна разбита, танк разбит, подорван. А им отвечают, что вы научились? А им говорили, да, что мы научились. А почему так происходит, знаете, ну догадываетесь просто? Скорее всего, Путин пытается это все скрыть от русского населения, что здесь действительно проходят боевые операции, что здесь ведется терроризм со стороны России, что, блин, Путин просто не хочет донести другие правду и втирает им в уши всякую. Ну правильно, да, основной смысл в том, что пытаются скрыть количество потерь, потому что если они занесут такое количество пленных, им придется их показать. А если такое количество пленных, то понятно, что убитых в разы больше, а пленных как бы тысяч. Вот они... Из последних новостей, ну в камере стоит телевизор, то есть мы смотрим новости, из последних новостей 14 тысяч убитых, больше 400 единиц техники танковой только разбиты, бронированных машин около полутора тысяч, самолетов около сотни, вертолетов примерно столько же. То есть там беспилотники... Вы понимаете, что со стратегической или тактической точки зрения просто бросили людей как мясо и бросили кучу металлолома? Просто масса... Именно так оно и получилось, что здесь просто как слепых котят нас сюда отправили, не доводили ни команды, ни приказов, ничего не было. Просто сказали ехать куда, зачем, почему. То есть... Никто не доводит руку. Спасибо. Спасибо за просмотр. У меня вопрос все. Вот и Shadow